всем привет у нас как обычно по вторникам встреча про разработку под линукс вот мы значит сегодня как я обещал поговорим про и стрейс вот это моя любимая тема вот люблю очень его ее значит тут у нас мы чуть-чуть задержались потому что у нас была дискуссия как ей предупреждал домашнее задание по регулярным выражением оказалось домашним задание по программированию носи работой с памятью вовсе не по регулярным выражением которые там играют через техническую роль и у людей и значит всякие волшебные волшебные приключения вплоть до того что программа падает а она же запущена с волгриным отлично работает вот волгринт у нас выпал в прошлом году из разговора в этом году кажется мы успеваем у нас на одну лекцию больше чем в прошлом году вот он должен был содержаться в сегодняшней лекции именно поэтому он из нее выпадал все время потому что времени хватало вот так что у нас сегодня только и стрейс и сопутствующие я еще ld-прилот вот а волгринт в когда-нибудь следующий раз когда я сделаю хорошую полноценную лекцию а сегодня у нас значит то есть трассировка вызовов трассировка вызов и это такая штука по отладке сразу напоминаю что есть прекрасная что и книжка по отладке которая называется вот буквально как отлаживаться в linux до linux application debugging techniques вот а мы с вами значит переходим к рассмотрению проекта и стрейс вот такой прекрасный проект сразу скажу логотип к этому проекту нарисован виталиком присутствующим здесь вот вот он скромно значит уставился в свои планшете чтобы я его не расхвалил но тем не менее вот этот прекрасный логотип я его очень люблю показывать не только потому что он прекрасен сам по себе а еще потому что еще потому что как где бы нам найти фотографии дима левина автора из трейса основного ну это тут вот вот сравните выражение лиц этих этих двух персонажей виталик признайся ты же не видел димы до того как нарисовал вот это музыка на ее значит такие дела до долго 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 этот проект жил без логотипа потом когда значит стал стал виталик снимать наши лекции он взял написал логотип что такое стрейс и стрейс это инструмент который позволяет если говорить очень грубо трассировать системные вызовы каждый системный вызов который вы дергаете с помощью инструмент который называется питрейс если мне не изменяет память вот он до который есть в ядре вот каждый раз когда дергается ручка под названием потряс вы можете смотреть в каком месте она дернулась в вашем процессе вот и как правило это будет место где библиотека глипси подготовила нужные параметры для вызова для системного вызова и пошла в ядро вот поэтому всякий раз когда мы вызываем нашу наш процесс со включенным потрясем вот этот потряс можно просматривать и показывать результат вот сразу скажу что для изучения стресс надо почитать по нему ману он достаточно обширный но в общем понятный вот но до этого можно еще почитать парочку статей вот мне понравилась статья на хабре неожиданно человек явно буду с компании буду человек явно этим стрессом пользуется он довольно разумный коротко рассказывают все основные его фичи которые мы сегодня посмотрим вот а вот эта статья того же человека нет другого человека вот эта статья вообще человека который реально описывают юз кейзы зачем муфу на подданную его за счет практики девопской стресс и его использует да да еще одна статья тоже вот мне можно заглянуть вот это плохой логотип негодный тот логотип был лучше тем более что это это страус а это кажется не страус это какой-то какая-то австралийская птица сразу скажу что для того чтобы пользоваться и стрессом с подключением к уже запущенному процессу нам понадобится все тот же трюк который нужен чтобы пользоваться гдб с подключением к уже существующему процессу и так далее дело в том что интерфейс потряс он такой немножко чересчур прозрачники и считается хорошей нормой значит хорошей нормой выключать такую возможность подсоединяться к уже запущенным процессом по пиду чтобы от них получать этот самый потряс вот эта штука под названием явно потряс скоб она обычно захартина то есть включена в линук дистрибутивах там их в ядре там их несколько переключателей по моему три разных вот или четыре но нам ее нужно установить в самый небезопасный вариант 0 тогда любой вариант с получением потряса к подлежащему вам процессу если у них один тот же предок то будет работать если у них это один и тот же хозяин и умер и пит у уйд будет работать вот но это нужно не для того чтобы заработала стресса для того чтобы можно было подключиться стрессом к уже работающему процессу что тоже бывает вот формально поведение этого самого стресса это всего лишь отслеживание вот этих колбеков от потряса и вывод соответствующей информации вот в этой статье в этой да в этой статье даже приведен код такого супер маленького трейсера под названием пиглет трейс вот где собственно задействован по трейс вот 120 строчек с комментариями обширными вот именно такой если вам интересно как вообще это все работает для отсылок этой статье почитать как работает пиглет трейс он работает вот вот и вот и все но конечно же у и стресса гораздо больше функций про них мы сегодня и говорим вот например давайте мы возьмем и ради интереса просто поисследуем такой вопрос а сколько системных вызовов сколько системных вызовов сейчас секунду добавлю себе ключик а сегодня нету даже 06 трейсинг сколько системных вызовов в этом самом утилите какой-нибудь ну в дэйд например вот дэйд сколько она системных вызовов вызывает ваши прогнозы штук я думаю что так всем часам ходите так то они не смотрят зачем ей так да конечно так это плохая идея ну вот это самый не надо вот считать по пальцам порядок один десять сто тысяч ну вы конечно не учли что там еще переводы понятное дело что он в основном гулял как видите по usr-lib локаль и искал всевозможные переводы этого дэйта на русский язык но и без него там тоже вот их порядком потому что есть мап есть который нужен для открытия библиотеки липси так между прочим на секундочку пока вы не не скомпилировали с него статически да вообще-то надо еще библиотеку загрузить вот ну и так далее тут много интересных мест значит плюс он да плюс он еще проверяет какой-то файл на предмет того как преобразовывается дата потом он ходит к формату даты потом еще гитрандом зачем-то берет а вот здесь вот он берет гитрандом ну короче в общем времена когда системная утилита это был один хороший обернутый в си и превращенный в бинарных системный вызов прошли где-то еще в 70-х годах прошлого века вот а современные системные утилиты конечно же дергают системных вызов в количестве вот мы насчитали их 110 штук как вы понимаете это да это сделал 110 если мы запустим какую-нибудь программу ну например господи лс какой-нибудь да то мы увидим их такое количество что у нас глазки разбегутся и не сбегутся обратно давайте кстати посмотрим да нет всего лишь всего лишь 164 ват какой-то пундир да дальше пошли библиотечные вызовы он их и не отслеживает так что да их примерно столько же ну вот плюс-минус ну и тем не менее довольно много да прям в количестве тоже изрядная часть как видите в конце на переводы потрачено вот и одна из главных фич из трейса это конечно сокращать сокращать подобного рода вызовы путем указания либо с помощью специального ключа минус е сейчас покажу фильтровать там не только количество да то есть сокращать количество путем указания области фильтрования вот квалифайер какой ивент вообще трейсить понятное дело что трейсится все ивенты он просто будет ту часть которая в этот квалифайер не подходит он ее скипает у синтакса у минус е синтаксис довольно развесистый прям реально развесистый там можно очень много чего писать вот там есть прям отдельный мануал по этому делу давать где-то ниже вот фильтринг да минус-минус либо минус е трейс либо минус минус трейс равняется сискал сет и вот сискал сет описывается очень очень разными режиме разными полями в том числе вы даже можете описать какое по номеру по смещению от начала стека поле сискала чему равно и только в этом случае трейси это бывает нужно когда вы все это автоматизируете хотите чтобы одну только вот в очень жутких случаях у вас этот трейс приехал ну вот мы с вами самый главный самый любимый мой чаще всего значит используем мною инструменты минус е файл значит минус е файл ну допустим все тот же дэйт вот их выдаст выдаст несколько меньше вот ровно в два раза потому что он перестал значит да это какие файлы он смеет в основном как видите он пытался сходить к различным локалям а вот что там с переводом а что там с именами а что там с форматом бумаги вот и отвечал получал от луп нет такого нет такого перевода нет такой интернационализации команды дэйт чтобы у нее значит был задан формат бумаги вот давайте мы тогда еще отфильтруем отфильтруем из этого списка только успешные системные вызовы это были только не успешные кажется да а только успешные x большое нет z по моему да вот красота вот минус минус z вот как видите стало совсем хорошо потому что понятно особенно если у вас какая-то подсистема настроена так что она ищет ваши файлы то в одном месте то в другом например у вас написан экзек форк экзек классический этот экзек вообще-то или там где по экзек вопы какой-нибудь он смотрит во весь пас и в этом пасы он и там ищет бинарник и сам ищет бинарник все это нам смотреть неинтересно нам интересно смотреть кого же он все-таки за экзекал вот ключик минус z как раз видите нашел только те файлы которые действительно нужны были в этом случае вот минус ефайл и минус этот их стало уже еще меньше вот всего 36 штук но эти 36 все они чего-то делали вот если мне не изменяет память вы можете даже как-то ограничить на какой на какой задать шаблон этого самого файла вот это я не помню как это делается и возможно не 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 это самое сейчас слово паттерн найду не слопать он тут отсутствует а или пас еще можно поискать вот о во я вспомнил минус п большое вот вы можете например сказать так какой-нибудь стрейс в ц что там было у меня в примере какой-нибудь шаре дикт ворс вот видите он читает и читает читает и читает этот самый-то большой файл вот если мы хотим например ограничиться только файлом только файлами которые лежат в вашей шаре дикт и почему посмотреть как эти риды устроены можно сказать минус п большое вот эту вершаре дикт посмотрим что получится но кажется получится то что надо нет он не хочет так а не туда не туда засунул это же не его ключ а вот этот минус п юср шаре дикт ну чё во вот конкретно мы видим только те только те сискола которые относятся к вот этому пути остальные не видят мы видим все эти открытия библиотек а также все вот эти вот открытие словарик вот пожалуйста вот это значит минус п большое еще раз напомню что язык описания очень развесистый сегодня мы просто не успеем в него вкурить вот видите он прям большой вот там можно включать как положительные так и отрицательные фильтры в том числе говорит не показывать мне такие то системные вызовы вот то много разных групп то есть не конкретный системный вызов а да но вы можете конкретный системный вызов кстати какой то у нас там например у нас был опу над да вот нет фадвайз да вот давайте посмотрим сколько фадвайзов он вызывает вместо этого минус е фадвайз 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 есть еще интересные фильтры минус п мы посмотрели это ограничение по пути вот а еще есть забавный ключик минус y он вот для чего нужен смотрите тут правда надо вспомнить про еще один забавный ключик минус в чтобы он нам не значит ща опинат опинат а минус п надо было оставить минус е опинат чё а потому что греб от ви господи я тупенький вот смотрите вот он опин опин эт сделал открыл файл usr шали дикт вордс с ключиком 3 теперь если мы будем смотреть если мы будем смотреть только рид мы увидим что он прочел из дескриптора с номером 3 какие то значит какую то строчку это строчка большая на самом деле 16 килобайт он оттуда прочел вот а из какого дескриптора с номером 3 ну наверное из того который он открыл под номером 3 он назывался опинат но может быть он за это время успел его закрыть и переоткрыть мало ли что поэтому ключик минус y нас избавляет от такой проблемы потому что он делает вот так кстати сказать вывод из трейса умеют раскрашивать разные текстовые редакторы если вы хотите это сделать чтобы это было еще было разноцветное для тех кому это актуально разумеется то можно еще сделать стрейс минус о ну допустим лог да а ну только вот минус y придется убрать он минус y не умеет кстати вот вам да что такое то почему не умеет а потому что надо сказать было не лог а лог точкой стрейс то наверно так ну ка нет ну так то он ну короче что то мой вимчик решил что он не умеет в это а я знаю почему потому что надо было не так сделать надо было сделать вот так и все было хорошо да он просто по каким-то косвенным причинам определил что это стрейсовый файл вот но есть кому интересно рассказ кто вим она есть даже если он ее не определил по причине того что мы на хватали туда ключей и он не понимает что это стрейсовский файл и вот все равно эту раскраску можно включить просто явно словами файл тайп равняется стрейсов ну это если опять же кому надо вот это что касаемо минус y удобного вот есть еще всякие другие типа и так далее ну в общем это что касается трейсинга однотрядовых программ если ваши программы многопоточные или многофайл то есть у вас реально выпуска вызывается экзек из ваших программ вполне нормально потрясить их стрейсом все для этого надо всего лишь включить в ключик минус f вот а как мы уже видели есть ключик минус о который весь лог помещает в лог файл обычно если вы делаете просто стрейс этот лог файл немеренных размеров поэтому обычно лучше не на экран его вываливать а в этот лог вот из этого есть такой маленький мемасик как ключ фу у стрейса ну давайте мы примерчик возьмем какой-нибудь стрейс минус фу ш минус с чё там две команды дейт и айди вот куда попал весь стрейс он попал в файл о почему попал в файл с именем о потому это ключ минус f follow форкс минус о аутпут имя файла о то есть это то же самое что что минус минус форк минус минус аутпут равняется о вот минус фу вот он туда и попал вот он весь этот ключ обратите внимание здесь в начале есть пид и этот пид меняется меняется да вот 59 60 и это значит что тут в перемешку в одном файле валяются как трейсы от запущенную давайте поищем здесь экзек ве вот это мы запустили shell вот это мы из под шелла запустили date и у нас значит вот тут он форкнулся где-то должен быть какой-то самый клон вызов клона и вернуть 60 вот вот клон вот он форкнулся вернул процесс 45 360 и вот он тресет процесс 45 360 а он уже из под него значит вызовет экзек как это полагается вот он вызовет экзек ну вот это первый экзек ве а это второй экзек ве который вызывает айди ну вот значит поскольку это был последний процесс системе шелл решил сэкономить и вызвал его прямо так значит вместо себя там он сделал форк и клон а здесь он просто сделал где если вернее не форка клон и где хозяин сделал просто где ну вот значит как видите ни много ни мало на полтысячи строчек это все наскакал а если мы хотим только посмотреть посмотреть как они друг друга экзек или там ему можно просто вот это минус фута убрать минус ооо сказать минус 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 е вообще а США защища уже книги и в статье в первой статье посылки это так называемый вброс ошибок вброс ошибок ох нам может сюда не попасть до сюда нам могут не попасть и сюда нам могут не попасть нет сюда попаду конструкен стресс make you fail у вас вот дима рассказывает про то может ли стресс а помочь вам облажаться еще как может это главное одно из главных его свойств ради которого в продакшене использует ну хорошо давайте тогда так я на пальцах скажу что это такое и действует следующем у вас есть тот самый потряс потряс это возможность дернуть исполнение некоторые программы в тот момент когда она взаимодействует с системным вызовом экшуле оба раза и когда она его вызывает и когда из него возвращается дергается дважды там просто два разных событий в тот момент когда ваша программа возвращается и системного вызова ей можно подложить другой результат значения этого системного вызова зачем это можно сделать ну во-первых это можно сделать для того чтобы реально подменить результат хотя этому такое а во-вторых можно подложить вместо успешного завершения системного вызова не успешные тогда что получится тогда ваша программа внезапно запустится в ней тот код который отвечает за неуспешную за ошибочное выполнение системного вызова вот это если у вас такой код есть а если у вас такого кода нету она начнет да она начнет значит как это по полям и весям за счет в припрыжку значит лететь и в конце концов отвалится так что эта штука в основном для тестирования используется конечно давайте мы прям вот напишем то что тут написано с копипасте им только я не буду копипастить я с вашу позвоню все-таки руками наберу 20 стресс кат минус ел пинат это системный вызов который обычно в конце концов используется для штук типа опена до какой-нибудь к от дивну отчетом за две кавычки в конце то нет может мне сказать что это за волшебные слова я не могу возможно это какая-то случайность сейчас мы это узнаем вот ну все хорошо правда естественно он как правило да давайте мы еще минус подивнул и мы скажем все хорошо к от дивну отработал он прочел из дивнула всем хорошо давайте мы вбросим туда ошибку и скажем а значит это такое как дивну запятая запятая и это шелл смотрите это взял и есть такой способ по-быстренькому сгенерировать несколько несколько шаблонов из одной из одной строки его чтобы кат упал только на третьем он три раза он три раза открывает дивну давайте попробуем вот вот пожалуйста вот давайте теперь в третий вбросим ошибку первые два раза открыл третий раз не смог как-то делается минус и фолт равняется ну на что и фолт но панат но панат такая ошибка будет якс с по умолчанию он скажет нет такого системного вызова но мы не хотим акцесс и и отцы с и там кажется шесть букв должно быть опинет опят опин вот опин этого 2 . да вот давайте только на 3 скажем 2 . в н равняется 3 потому что шесть букв всего традиционно это когда их придумывали именование системных вызовов как это размеры переменных были маленькие помните да компьютеры были большие деревья размере переменных были маленькие вот в те эпохальные времена прошлом тысячелетии вот так что он из трех букв состоит я не уверен кстати что нету какой-нибудь алиаса думаю что нету нету вот вот такая вот вот такая вот удобная штука почему эта штука удобная потому что вы можете в свой протокол тестирования значит вот вы здесь подописали приложенец юнит тесты все прошли integration тесты смысле компиляции вся прошла бинарник работает и нужно проверить как этот бинарник работает в разных случаях например в ситуации когда вам внезапно в рантайме запретили доступ к файлу представьте себе как будет выглядеть тест-сьют в котором вы где-то из-под рута в какой-то рантомный момент запрещаете доступ к файлу да вы задолбаете в физиономе прошу заметить глумливая но это стата если что оказывается ничего сложного берете стресс и говорите на третий раз упади с таким с таким сообщением обработай его вот как это как видите то основная статья вот 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 здесь вот вот да основная статья которую на которую нас не пустили называлась как это файл джекшн форфа фон фан пропиталь что-то в этом духе мозг ну что еще один пример давайте посмотрим как будет работать как будет работать этот самый наш vc дикт ворс до стресс ну мы как наученный горьким опытом сразу скажем что минус p исключительно пускай нам показывает на вот это вот да а теперь давайте мы и за ярых джек и x и минус y заодно пускай она покажет что это за файл был минус и фолт равняется чё рид пускай у нас один из ридов этих упадет ер ну все тот же и первым а не xs hyper permission denied вот в н ну скажем на пятый на пятый раз что я сделаю маленькими буквами да это плохое слово ера это хорошее слово ера как видите мы видим что во первых vc после того как получает и первым дальше не пытается читать из этого файла он сразу на этом падает во вторых мы видим что он его закрывает перед тем как выйти вот такие дела так у нас еще есть другая тема но в общем идея какая вот у нас есть man get line вот нас есть man get line в этот man get line есть пример что такое get line get line это же что это у нас штука которая вводится строчку со стендент записывает ее в буфер вот казалось бы ну такая простая такая простая такая простая библиотечная библиотечный вызов сколько может быть различных ситуаций ошибочных при вызове банального get line да в общем то в количестве и фопен может не за фопеница и и память может не выделиться и райт может упасть то есть для отладки этого get line а можно придумать так с куста как минимум и free может отвалиться хотя вряд ли да вот можно как для отладки можно примуть как с куста пяток различных ситуаций где недостаточным образом обмазанная обработками ошибка обшибок программы носить в силу своей не обмазанности склеила ласты вот у нас вот собственно в прошлый раз когда мы разговаривали про регулярное выражение было такое правило любая обшивка должна быть обработана если не обработана придет кто-нибудь со стрессом минус и фон там и заставят вас ее обработать или не вас или операционной системы такие дела такая вот штука значит окей да ну и как это после того как стресс перестал быть достоянием значит вот дмитрия который очень ограничен вообще-то своих контактах и выбирает себя очень друзей и там поучаствовал google summer of code там наши выпускники поучаствовали в стрессе эльвира хабирова делала автоматизацию формата выдачи чтобы она была дальше парсилась то ли то ли в джессон то еще во что-то евгений сормятников понимал части короче там даже дошло до того что вот вы можете попросить страуса вам чем посоветовать конечно рандомный значит ссылка на то как это используется в реал лайфе ну давайте сначала как я использую реал лайфе естественно первые первая идея это проверить какие файлы открываются вообще а то знаете так конфиги какие-нибудь читает программа кладет она их такое глубинное место и потом он оттуда читает и падает потому что эти конфиги были от предыдущей версии там что-то не сравнили несовместим а ты ищи вот или запускаешь программу она висит а знаете мы не смотрели мы прошу прощения мы не просмотрели еще одну штуку давайте вот так вот сделаем для простоты пускай это будет вен один 222 мы не посмотрели как увеличить вербозите вы можете заставить например ее с трейс показывать стек трейс системных предшествующий системному вызову кто кого вызывал прежде чем мы дернули соответствующий системный вызов из липси минус к кернел вы можете сказать минус в с количеством разным букв в тогда она будет писать более подробные сообщения о том что происходило когда значит этот стресс и стрессил его вы можете написать минус с и дальше размер буфера это очень удобно самое главное у минус в опция это он показывает все параметры функции не сокращает их вот смотрите вот там вот так он их сократил сказал знаете у вас тут вот один параметр второй параметр третий параметр еще там много параметров а вот минус в уже покажет их все а если вы еще скажете минус с минус с ну скажем 1024 в 2 то он вам покажет первый килобайт прочтенный их там правда 16 поэтому он дальше 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 опять но но вы меня поняли есть вам нужно посмотреть что именно читала ваша программа то лучше значит указывать размер а еще лучше какой-то там формат есть а или к нему есть короче вот хочет дам в правильном формате я забыл как его вызывать чёрт забыл по минус x формат кажется это а там там есть язык описание формата вывода вот и он тоже тоже очень развесистый вот вот то есть там все было интереснее не просто джессон а именно язык описание формата вывода заданное самостоятельно вот если что-то зависло вы берете к этому чему-то подключаетесь с помощью стрейс минус п и пид и смотрит что он там делает на чем висит какой был последний вызов вот большую маленьким да это по маленькой а тут большая спасибо по маленькой потому что большой это пас вот если она куда-то лазит в сеть вы можете сказать минус ей нет ворк и посмотреть какие сети какие сисколы связанные с сетью она дергать и какие у них параметры и там кубка может чем там делать вот ну и в общем черта в ступе можно от нее потребовать значит эра джекшн как как в первую очередь для того чтобы посмотреть потестировать что получается когда сискол обломается а вот значит статья статья человека которые реально пользуются с трейсом для админских работ нет но та же самая что в начале да на номер 3 в этом списке вот и там прям описано у нас к вы с включенной настройкой 1 включается с выключенной настройкой не включается падает со словами реквестит бот но танца лазит кто куда ходит зачем туда ходит что это за фигня берем из трейс запускаем запускаем значит к вы в смысле кто там куем к вы по под и стрессом и он говорит что вот он полез куда при поле он полез в устройство дев хост в хост нет вот да кто бы знал что от того что он полез в это устройство там что происходит та же самая история только на этот раз с тем что она падала при перезаборе памяти вот перед говорите запусти пожалуйста с 10 гигабайтами она нет падает с 10 гигабайтами почему падает оказывается она лезет в систем параметра верками и этот верками цена на сервере был слишком низкий поэтому пришлось пришлось отключить вот на ноль и тогда значит церкви ну вот да можно найти конфиги которые он прочел в них нашел вот что то такое чего не было ну и так далее в общем вот да значит это уже случай с отладкой чуть ли не а это лучше когда процесс какой-то момент знает пожирать цепу вот пожирает момент пожирается получу пожирать неизвестно ты его стресс минус п подключаешь а он что делает он получает он получил он пытается он пытается делать акцепт получает ем файл выяснилось он просто открыл 1024 файла а это лимит системе на 324 файла вот такие вот истории сплошь и рядом случаются значит следующий наш тем на сегодня тем программистка стоби собственно она сюда введена ради прикола ради того что это интересный инструмент ради того чтобы дать вам домашнее задание не только на джекшн программистская тема вот давайте мы напишем файлик который ничего не делает он реально ничего не делает нет это дверь который ничего не делают он просто выводит какие-то сообщение вот мы их будем сейчас в себе с ними будем и над ними издеваться он выводит рандом на самом деле вот вот давайте мы его я просто не буду при вас его набирать потому что там прочесть можно да вот вот файл он это в это всего лишь это всего лишь файл который его программ которая берет значит чё она делает ангел сурдуб а это просто арк c минус 1 четыре раза выводит случайное число до почему арк c минус 1 я не знаю зачем это сделал ну в общем последний элемент да 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 почему последний элемент почему не арк в 0 спросить что полегче ладно не знаю что я думал короче нам это совершенно не важно мы сейчас совершенно про другое будем говорить вот ну давайте скомпилируем даже без отладочной информации просто я сказал минус вот им сал минус и 20 до до короче без разницы вот я не помню зачем я сделал чтобы она выводила вместо 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 имени программа последними вот он выводит 1357 это просто индекс и до выводит случайное число ранд и выводит значит его программы с случайно число вот она правда всегда одинаковое но потому что мы сид не прям не пробили вы помните да что рандом рандом сишный устроен таким образом что если вы сами не зададите сид то он по умолчанию будет работать с одним и тем же 20 вот этот рандом ранд да он он так работает вот вам нужно сразу сделать чтобы был другой ну в данном случае совершенно неважно важно то что у что вот есть какие-то числа до некоторые из них четные некоторые нечетные в общем они по себе случай отложим его в сторонку и давайте вспомним про то как работает как работает динамический загрузчик мы с вами этот трюк с перебитием ld library pad уже делали из лд прилога мы у нас есть динамический загрузчик ldso который когда пытается загрузить файл ну типа вот такого вот он говорит смотрите у вас есть лепси который лежит вот здесь ну сам загрузчик формата этого самого ну короче из библиотек только вот этого является собственной библиотекой вот мы сейчас эту библиотеку загрузим потом мы загрузим значит вашу программу с компонируем в реальном времени с нею с этой библиотекой вашу программу все будет хорошо вот этим занимается как раз динамический загрузчик вы можете если ваша программа собрана с несколькими библиотеками эти библиотеки лежат хрен знает где подсунуть переменную ld library path чтобы при запуске программ запустился мы так делали когда у нас было домашнее задание на сборку динамической библиотеки мы прям говорили ld library path равняется там pvd и значит дальше запустить программу она работала вот а вы есть еще ld preload ld preload это когда вы безальтернативно подгружаете в память куда потом приедет ваша библиотека ваш программа заранее библиотеку потом запускаете вашу программу она компонуется с этой библиотекой с теми библиотеками которые определил загрузчик или запускается это значит что те символы которые встретятся в заранее подгружены библиотеки они более приоритетные их специальная функция которая ищет динамические символы в памяти найдет первыми таким образом если вы взяли и скомпилировали библиотеку в которой будет функция rant вот мы ровно это сейчас будем делать и подгрузили ее а раньше чем подгрузится липси то функционер перебьется давайте это сделаем там есть еще один трюк более сложный который с чтением из файла но мы с вами сделаны все руками пишем случайный функцию rant так вимп ура . си вот она будет называться rant у нее нет параметров она будет возвращать 42 так так стилаж нам не нужен вот такая случайных и эту функцию мы превращаем библиотеку вот cc минус шарит минус f пик мне кажется надо сказать только маленькой наверное вот это ура минус о ура . ну скажем со получилось вот вот эту библиотеку мы сейчас подгружим подгрузим с помощью ld приловаться в память или кажется достаточно ну пускай будет полный путь а то мало ли что и попробуем запустить нашу прекрасную программу которая выдает случайные числа все как это устроено я уже это косвенно про это говорил ну давайте еще раз проговорим мы затолкали в память все нужные библиотеки среди них оказалось это самое ура она была первая в списке когда сейчас вот так вот нм до секунд а ну да нм слышран да вот 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 это вот когда наш линковщик начал искать функцию rant видите она здесь у and defined в нашем файле она не определенная он ищет в внешних библиотеках он его поискал и первым делом нашел в в нашей вот свежесозданной библиотеке ура сходил к ней получил свои 42 успокоился вот механизм понятен я надеюсь вот мы сейчас взяли и перебили к с этим кстати связана такая идея что программная защита при всякой припритащины под линукс это такое в общем дело несколько гиблое умело написано библиотека лдприлот много чего позволяет сделать он проверяет текущую дату не прослочились в ваше приложение под подмените ему дэйт он проверяет там что-нибудь какую контрольную сумму считает подверните ему ту функцию которая считает контрольную сумму давайте мы поступим дальше значит предположим мы хотим подменять в нашем лдприлоте в на вернее в нашей подменной подменной функции мы хотим подменять не всякий раз значение этого ранда а только по какому-то критерию это значит что мы должны вызвать потом ту функцию которую мы подменяем вот это интересная штука давайте мы ее попробуем вот отсюда скопировать ура . значит что вы должны сделать есть некая проблема связанная с тем что мы не можем до конца определить а какого собственно типа будет функция которую мы собираемся подменить она может быть любая мы просто ищем имя в памяти по большому счету поэтому надо сначала определить тайпдев какой-нибудь который описывает ту ссылку на ту функцию которую мы собираемся подменить если функция int от воида то значит то педев то педев да если функция int от воида как в нашем случае до войдь то тайпдев должен быть нас на интернет на функцию которая возвращается который возвращает на ссылку на функцию который возвращает int функция от воида как защищает им и звездочка ну допустим что-то такое рнд тип type звездочка да вот от воида вот ну то есть указатель на функцию такого типа который мы собираемся подменять тем самым мы еще описываем какие у нее параметры какой невозвращаемое значение будет уж функции под добытой по этим указателем отлично теперь нашу функцию наш функцию эту самую ранд от воида значит надо еще резали результат какой-нибудь int ряд какой-нибудь да я вот тут подглядываю ну в общем примерно понятно что должно происходить дальше мы что говорим нам нужно получить настоящее значение ну самый простой вариант да сразу вызовем этот ранг дурацкий вот всякий раз когда мы вызываем просто потом подменим на него на 42 да значит результат наш равняется а вот дальше мы что должны сделать мы должны сходить в специальную функцию и сказать найди мне еще одну в памяти еще один символ с таким именем следующий уже первый символ можно нашли дай мне следующий вот эта штука называется dlc вот у нее какие параметры будет звездочка handle это ссылка на эту самую функцию и имя которое мы должны ей передать какое имя мы хотим найти в таблице символов вот это имя а сюда значит это относительно того какая функция была а вернуть он должен указать ну давайте значит дельсим от чего от а нет ртлд я тупой ртлд next это ща давайте еще раз не дочитал man handle handle это видимо указатель который собираем собираемся искать а если мы говорим специальный дефолт ртлд next и это дефолт ртлд next она ищет именно либо следующую такую либо в такую по умолчанию вот значит данном случае ртлд next с именем какой там рант видимо да вот теперь чего мы должны сделать теперь мы должны ее преобразовать к нашему типу ранды type результат а нет мы должны вызвать начало да вот мы будем эту функцию значит в эту функцию добыли ссылку на нее теперь мы ее должны преобразовать к типа теперь мы должны вызвать вот вызвать нужными параметрами а параметров у нее нет о конструкция закончена нет не закончена а этот был сим да в центре лишь да 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 дельфа цен да 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 это не фа центре лишь это хуже вот собственно потому что дельсим динамик динамик линкер до динамик линкер чего-то control чего-то в и так мы с помощью функции дельсим передавки специальный шаблон еще следующий нашли следующий ранд очевидно будет тот ранд который бы появился в памяти если бы не мы со своим мат преобразовали его в тот формат который собственно уранда есть потому что нам-то вернули будет звездочка отводит вызвали его с нужными параметрами получили результат вернули результат осталось только в случае если в случае если лет процент 2 лет 42 а иначе лет вот вот я вам говорю что эта штука будет чего нечетно и заменять на 42 давайте пробовать ну барабанную дробь успех вот таки дела значит прежде чем мы прежде чем мы а ldd чего а смысл как работает ldd теперь нам немножко понятно как работает утилита ldd она просто ld при лоудит загрузки этих библиотек и вместо того чтобы загружать просто показывает кого мы тут собирались загружать все ну вот ббб есть время на например в реальной жизни вот был такой есть такой пакет open office либо офис я его довольно давно мантыню в сизифе вот и где-то какой-то год был седьмая платформа не вижу времени ну в общем это какая-то середина десятых годов значит в те поры ли брофис был самым большим пакетом вообще среди всего очень много жрал кода это бывший пропоритарная штука написано на си плюс плюсе огромные банды значит написать пропоритарного кода на си плюс плюсе все а еще в нем используется джава сплошь и рядом ним плагины на джава биндинги в джава все короче говоря попытка собрать ли брофис на своем рабочем компьютере приводила тому мы мог сутки собираться в него в либрофис вставили параллельную сборку как всех нормальных программных продуктов говоришь минус джей сколько-то там и он в несколько потоков собирается все бы хорошо но именно ли брофис при параллельной сборке падал всегда причем настолько что у как это менее защищенных системах например в этих самых ребят из мандрива он сносил вместе с собой уносил еще и сборочную систему а у нас он собирался а потом тоже начал падать это все было на мне значит дошлось до того что когда у нас он все еще собирался а у ребят он уже падал там в рассылках они как они вообще подсовывают ли брофис в свой дистрибутив потому что они его собирали руками а потом подсовывали руками подписывали посолишь как иначе я начал с этим разбираться выяснилось что всю память жрет джава джава жрет офигительно всю память примерно сто процентов памяти а когда ее запускаешь в несколько потоков а у нас был довольно могучий сервер с 32 ядрами он жал 3200 процентов памяти естественно от этого все падал я написал программу вот это собственно программа под форки это почему я ее открыл потому что это библиотека который делать ровно то же самое где-то там дель сим это должен быть вот а ну фуны вот он дель сим и он под лд прелоудил чуть ли не экзек да и если видел что этот экзек это джава говорил так нас уже две джава запущены подождем секунду через секунду еще раз запустим и где-то года на полтора я починил эту штуку у меня или даже на два у нас два года собирался ли бросить ни у кого больше не собирался так по-нормальному или собирался только в один поток у нас много поток просто что он не запускал джава его но когда у нас стал сервер еще больше процессоров стало еще больше все стало опять падать там уже значит в некоторых случаях он работал в некоторых не работал и в общем эта штука не понадобилась после того как я прочел документацию по джава и выяснил что где-то в джава 8 они наконец-то научились делать асинхронный сборку мусора у значит своем memory менеджер и знаете сколько тредов сборки мусора они запускали на один экземпляр джава в мэмор менеджер столько же сколько процессов понятное дело что при попытке запустить десяток джа вот и короче это кончилось тем что я сказал так два треда со сборкой мусора этого лити и все осталось само собираться такие дела это значит real life про лд при лод а так вот видите я допрограммировался вот до этого я там экзек до привозил еще что-то давайте посмотрим что и посмотрим еще в конце и на этом в инфуны фуны 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 это не для моей костыль это костыль блин для джава мы как раз все это умеет вот тут пришел человек по имени яши лава все в точности наоборот мы их умеет контролировать количество запущенных процессов вопрос в том что кто-то сажал всю память вот форк форк перегружаем а нет поначалу ты поначалу ты отжава не трогал поначалу я просто смотрел сколько сожрано памяти и если при очередном форке памяти оказал оказывается больше то я как раз не форкал потом выяснилось что еще и джава виноват ну ладно проехали такая вот стоит такие есть еще похожие инструменты которые можете встреч в линуксе на предмет трейсинга вызова вызовов разных во-первых ltrace ltrace в отличие от с трейса особо гриб минус по ман греб первый герст я думаю точно у греба есть вариант греб минус п греб минус п запускает не просто греб а греб с теми самыми перловыми регулярным выражения которых у нас был разговор в прошлый раз то более сложными зачем я это делаю чтобы над которым надо множество да 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 как такими как в питоне вот зачем я это делаю чтобы мы посмотрели каким библиотекам ходят греб минус п ну скажем а . звездочка б . звездочка c или цепринка о увидите он довольно много тут на гребу всяких всяких системных вызовов но в отличие от лтрейса это был не стимных вызов а библиотечных но в отличие от лтрейса это трассировка каждого вызова каждого символа в библиотеке то есть не обращение к ядру обращение к библиотечным реалиям вот он видите вот вот по царе 2 матч 8 это как раз это он ходил по царе до какой-нибудь стерлен это он ходил к липси разумеется ну и так далее вот у лтрейса тоже есть фильтрующие опции по той же самой причине что может нагенерить очень много всего тут человек только что присоединился задает вопросы про джава ничего не знаю про джава задавайте их за джавистом пожалуйста я правда ничего не знаю про джава вот верьте мне вот видите у меня тоже много всяких тех самых можно ограничиться только библиотекой вот здесь вот только библиотекой минус l по царе а чё все уже нет нет вроде не все что там народ ходит минус l только библиотека пиццы пиццерия соответствующий вот вот она покажет что она хоть как она ходила создала контекст от конфиг компайл компайл и пошел матч-матч-матч-матч-матч вот такая красота и можно даже конкретную функцию проверить минус е как вы как помните было минус е в этом самом вы строить дописи или два компания вот он посмотрел как выглядит нет а вот вот он показал только вызовы середа компания ну вот фактически это примерно тоже что вы можете достичь в гдб когда скажете что на каждый на каждый кол пожалуйста останавливайся но вот зато просто посмотреть список какие были параметры что куда ходило отдельная такая довольно обскурная штука который кажется нигде ни в ком дистрибутиве нет кроме вальта потому что я большой поклонник автора этой штуки саймона тэдхэма таймон тэдхэм это человек который написал пути такой кросс-платформы с х клиента еще написал сборник головоломок простых и веселых которые вот и интересных ну вот а еще он написал вот этот самый экструс экструс эта штука которая давайте ты отсюда буду показывать если он тут есть я надеюсь он тут есть да он тут есть эта штука которая показывает взаимодействие между клиентом и сервером графической подсистемой xorg смысл в том что бессмысленно глядеть на лайбре вызова xorg у вас клиент посылает по сокету или по сети запрос на сервер сервер его отрисовывает посылает клиенту ответ и так далее если что-то падает она падает в первую очередь не потому что вы не в неправильное место сходили а потому что что-то в этом протоколе не так вот ну какой-нибудь их слова у нас есть есть экструс еще и секстры из какой-то не знаю что это такое а вот видите как много событий иксовых событий наступил со временем вот он на создавал график контекста он посоздавал атомов дальше значит к нему приехал от мы винду менеджера всякими тифайры ну вот нарисовал примут фил полет вызвал иксовую функцию нарисовать многоугольник и залить его содержим если я сейчас приду туда мышку ему фокус приедет вот ему приехал фокус и вент на тифай какой фокус true вот видите часто клавишу буду нажимать ну и так далее в общем у меня пони вот редкая штука но вот я и часто пользуюсь что такое x-trace я не знаю что это такое говорят в липсе это какая-то штука от липси окей не будем останавливаться на этом видимо какая-то внутренняя вещь рашку раз у нее такой куц и хелп и хелп и мана нет вот есть на самом деле в в ядре целая подсистема которая называется в трейс сегодня я узнал что она есть уже 20 лет как 25 вот 20 который позволяет настроить ваше ядро таким образом что в специальное место где в чего-то там трейс сис да сис а где такого да 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 вот а ну конечно хорошо что неправильно говорю что там громко у них все но сейчас мы у нас закончится уже хотя конечно ну вот смотрите тут есть целая куча всего что можно заставить в ядро трейсить прям большой список даже ридми это виртуальный файл виртуальный файл системы с описанием того что можно заставить в общем сложная подсистема в это дело включаете специальные утилиты которые так и называются что-то типа 3 cmd да а дальше лезете вот в эти в эти данные и добывается оттуда добывайте оттуда результат вот есть даже целая модная новая подсистема которая называется систем темп который позволяет писать прямо скрипты по трейсингу того что происходит с вашим ядром никогда ей не пользоваться но она есть вот с таким странным логотипом вот все это все что я хотел рассказать про сегодня тот факт что я отрезал сегодня попытки рассказать за 10 минут про волгринт привели к тому что нас еще 8 минут свободного времени вот значит домашнее задание домашнее задание разумеется перебить помощью ld-прилот чего-нибудь а именно мы пишем утилиту мовы которая переименовывает файл инфайл вот файл причем она делает это так она создает новый файл копирует туда содержимое и в случае успеха удаляет старый потому что случае не успеха должен стали сохраняться потому что вы туда еще будете с трейсом инжектить инжектить ошибки во все места во все возможные места значит тесты с помощью стресса джекшн пишут то так что все возможные места где может быть ошибочный систем колл ошибочный результат систем колл должны быть проверены и ваша программа должна реагировать соответствующий на них вот а еще пишите специальную . со библиотеку которая отказывается удалять после всего вот этого файлы если в имени файла присутствует присутствует строка protect большими букв то есть все делается только строка столько файл не удаляется в имени inside тест который тоже проверяет человек жалуется на то что все скернил трейсинг пусто чтобы все скернил трейсинг было не пусто ядро должно быть собрана с соответствующим модуль этот модуль должен быть подгружен просто по умолчанию они у нас подгружены вот а нет правильно вот правильно говорит о россии не трейс и фэс надо смонтировать он это отдельная отдельная строчка маунта вас вот вот такая штука надо сделать mount трейс и фэс вот тогда она заработает вот если у вас по умолчанию не включено значит не будет кто его монтирует консистента его марте ну кто-то монтирует значит да ну собственно и все вот как бы делайте такую тупую пробу она не настолько тупая потому что в ней должны обрабатываться все ошибки проверяйте что в них обрабатываются все ошибки с помощью и rejection а также делать ld-прилот и проверяйте как она работает как делайте так чтобы на попытку он линк вот этого in in файла у вас в случае всем protect выдавалась ошибка соответствующий то есть подменяйте результат вот все кажется я сказал я все хорошо хотел сказал значит вроде публикатор заработал там правда пока не очень хорошо работает часть который проверяет решение вот там она всем 0 выставляет не печать и все это значит что это я не прав они что вы не прав вот ну и вот если у вас вопросы еще какие то есть задавайте их пожалуйста следующий раз у нас тогда будет уже а чё на следующий раз будет я думаю что в следующий раз будет адаптация к окружению до of the crap of the tools и там ну короче вот а если нет вопросов по сегодняшним то тогда всем спасибо